Если в целом характеризовать сегодняшнюю уступную кампанию на Гомичине, то можно сказать, что она прошла спокойно и без значных порушений, начиная от этапа проведения централизованного тестирования, ход которого контролировали больше 850 человек, сопротивленники комитета державного контроля, правоохранных структур, выкладчики и члены БРСМ. За порушения от сдачи СТ отхилили только двух человек, а вот больше 2270 молодых людей всего лета отримают студентские билеты и будут учиться за кошт бюджетных сродков. Правда, как набрать столько першокурсников, пришлось проводить додатковый набор, али навыд и при этом, у тем же Мазырском Державном Педагогическом Университете, 9 бюджетных местов засталися свободными, а прича того, есть верогодность, что не все студенты после завершения ВНУ будут працевать по специальности. Для некого – головный диплом. До речи, зараз амаль треть людей, які мают высшую адекацию, займаются совсем не тем, чему их учили. Основные причины – низкая зарплата, незадовольняющая умовы працы и отсутность перспектив карьерного роста. Мы набираем студентов, когда? Сегодня. А им придется работать через 4-5 лет. Поэтому сказать, как изменится экономическая ситуация, как изменится потребность общества в той или иной специальности, достаточно сложно. Для высшейших научальных установ набор студентов на бюджетную форму научания – это не только выполнение плановых показчиков, по великим рахунку, от этого залежить зарплата выкладчиков. С этой кропки гляджения для Беларусского грандиоэкономичного университета с поживецкой кооперацией – ситуация больше однозначная. Залеченные на первый курс студенты будут учиться те за властный кошт, те за кошт галиновых организаций. Разом с тем, у ВНУ перекананы, коли не створать належные умовы и не выкористовывать сучасные методики, проблема на явности студентов возник не обовязкова. Все роды бонусы, которые пропонуют в ВНУ, мягчимость отримания дипломов у одразу от четырех краин – Беларуси, России, Великобритании и Болгарии, а так само годовые стажировки украинных Евросоюза. Але самое главное – якосное научание у сеных самой установы. Мы постоянно изучаем спрос на рынке труда. И, например, в этом году мы объявили набор на новую специальность. Мы первыми и единственными в регионе эту специальность открыли. И мы вторые в республике после БГУИРа по открытию этой специальности. Это экономика электронного бизнеса для того, чтобы продвигать экономику Республики Беларусь по инновационному пути развития и интенсивно развивать в первую очередь электронную торговлю товарами и услугами. Алексей Нчуров, Валерий Капанько, Телерадио, компания Гомель.